Одни говорят, что он был болен, другие, что не двигайся, не двигайся не на сантиметр, хорошо, не двигаюсь. Ага, добро пожаловать домой! Блин, реально жутко. А, и сюда можно? Я не хочу оборачиваться, я не буду оборачиваться, он бежит за мной, я буду бежать вперед по этому дурацкому огромному лабиринту. Всем привет, котята, меня зовут Лана, и я продолжаю записывать третью главу Poppy Playtime. Не знаю, кому она еще нужна, если нужна, напишите в комментариях и поставьте лайк, а я не знаю, что будет дальше, поэтому сейчас мы будем узнавать, куда мы отправимся дальше. Итак, мы закончили на том, что вырубилось электричество, и почему-то у меня... А тут никогда не шифтовалось? Или это такой шифт? Иии, бегают всякие. Итак, мы выходим, ну пока еще не выходим, просто выгружается новая локация. Мы выходим на улицу, и насколько я помню, где-то под статуей нужно было найти ключ. Я, если честно, думала, что я две части запишу в один день, но получилось так, что так не получилось. Какой ужас! Это же те игрушечки, они такие были симпатичненькие. Блин. В общем, фабрика реально очень жуткая, и... Где-то тут, я правильно понимаю, где-то тут должен быть ключ. Я сначала вот так вот в круг обойду. О, единорожка. Не говорит ничего. А это Буба-Бубаслон. Но он тоже не говорит ничего. Ну ладно, пойдемте вниз. Возможно, ключ он оставил там же, а может и нет. Ну, этот друг вообще... Опа, сохранение. Значит, нам точно сюда. Ключика нет. Что делать? Вот объясните, почему я все не сразу... А, есть ключик, блин. Не сразу понимаю. Дом, милый дом. По-моему, если я не ошибаюсь, это ключик от дома того самого кота Дремота. Теперь надо его найти. Тут слишком темно, поэтому я просто пойду по кругу. Ух ты. Что-то миленькое продавалось, уточка. Так, вряд ли это его дом. Нет, я, конечно, попробую открыть. Но мне кажется, что он не здесь. Эй, а это чей дом? Ага, это закрытый дом. Но, возможно, потом мы сюда придем в какой-то момент. Вот тоже неплохой дом. Может, это он. Смотрите, как выглядит. Опа, это он. Прикольно. Классно. Жутко, конечно. Давайте откроем щиток. Ну и ладно, не откроем. Ну и, пожалуйста. Так, стоп. Подождите. Дом. Он такой красивый, многоэтажный. А вы сюда заходите? В прихожку. И спускаетесь куда-то вниз. Почему? Почему дом состоит из подвала? Это что, все сверху только декорация? А, нет, нет, нет. Я хотела на картину, может быть, посмотреть, почему вы меня сюда притащили. Картина? Ага. Это реально фотки. Это реально фотки какой-то девочки. Возможно, разных девочек. Тут нет никакой фотки. Возможно, она потом там появится. Это пчелокисик разобранный. Это грустно, блин. Я не хочу... Ваааа. А мне нельзя туда заходить. Я же вырублюсь. Вы что, реально хотите, чтобы я туда пошла? Кстати, прикольно, что этот дым, он не выходит сюда. Хотя я открыла дверь. Он, в принципе, должен был и так просачиваться. Ну, ладно, пойдемте. А, нет, ну все нормально. Просто мне будут шипеть в ухо, да? Почему я не уснула? А что мне здесь надо найти? А, подожди. Стоп. Лапы мои где? Мне руки забрали. Ну, ладно. А, это сюда выход? А, это не выход. Это мне дальше сюда. Угу. Я говорю, сплошной подвал, а не дом. А руки вернут? Или это мне снится? Ребят, рук нет, значит, это сон. Правильно? Ну, логично же. Где еще такие коридоры могут быть, как не во сне? Ладно, все, я ваши двери вот эти по бокам уже не проверяю, потому что они не работают. Я хотела каждую, конечно, проверить, но это долго будет, мне кажется. Поэтому просто идем вперед. Ага, беги. Нет? Или это веселье? Чего? А, радость и веселье. Почему это исчезло? Чего? Типа того? Блин, они бы еще хуже шрифт выбрали. О, еще фотка. А мне туда или мне туда? Будто бы разницы никакой. Давайте пойдем по правой стороне. Хотя в лабиринтах всегда ходят по левой, но можно, в принципе, и по правой. Все равно потом. Куда-нибудь утром поступили трагичные новости местной власти сообщили об обнаружении тела мальчика в поместье скончавшегося Элиата Людвига, известного мастера игрушек и основателя компании Playtime. Личность ребенка пока официально не установлена. Тело нашли в бауле в верхней спальне. Полиция сообщает, что часть останков так и не обнаружили. Эксперты не смогли найти некоторые органы и кости. Ну, блин, ужас какой. В данный момент неизвестно, является ли изъятие органов причиной смерти. Помехи. Так, ну, честно, это становится гораздо более жутко. Я не помню, были ли такие истории в... Опа. А, это нам... Повторяют. Так, смотрите, вот эти царапки на полу мне не нравятся. Это значит, кто-то сюда укатывался. Так вот, насколько я помню, первая и вторая части компанию Playtime попросили прокомментировать недавние события и ужасающую находку. Далее дословный комментарий. Это бесчеловечно. А Элиот Людвиг был великим человеком. Все, кто был с ним знаком, понимали, что он не способен на жестокость. Конечно, он не мог совершить. Это он всем сердцем любил детей, таких, как этот ребенок. Тело подбросили, а от этого преступление становится еще более бесчеловечным. Мы сделаем все, чтобы вернуть доброе имя нашего... А-а-а, его репутация будет восстановлена в суде и публично. Следите за новостями. Я не хочу сюда идти, мне вот это вот пугает. Это что тут у нас? А, просто мешочек. Ладно. Тогда идем в левую сторону. Так вот, я только начала говорить о том, что, скорее всего, эта часть более жуткая, чем предыдущая. Потому что я не... А где звонит? Сюда? Или не сюда? Чего так громко-то? Не шифтовать нельзя. Ничего. А! Опа, комната. Как? Тут же нет никого? Вроде нет. Вот телефон. Сейчас страшно будет, капец. Я уже боюсь. Беги! Олли, спасибо большое. Куда бежать? Я не могу бежать. Я могу только ходить. Ага, явно не в эту сторону. Потому что здесь тупик. Прекрасно, прекрасно. Несмотря на заверение Плейтайм в невиновности Людвига, многие считают, что его замкнутость и таинственность, проявляющиеся за прошлое десятилетие, заставляют сомневаться в этом утверждении. Опрошенные соседи Людвига рассказали, что тот часто возвращался домой поздно ночью. Ничего страшного в этом нет. И уходил из дома до рассвета. Одни говорят, что он был болен, другие, что не двигайся, не двигайся ни на сантиметр. Хорошо, не двигаюсь. Тем не менее, Плейтайм продолжают использовать имя Эллиота в бизнесе. Сомнений нет, впереди будет долгое судебное разбирательство. А сейчас можно уже двигаться? Ладно, я подвигаюсь. Ну а что делать? Мне не будешь я стоять? Все это... Я не понимаю, куда идти. Мне не нравится, когда меня запутывают этими лабиринтами. Интересно, есть разница вообще, куда поворачивать? Мамочки. Мамочки. Там кто-то есть? Нет, это куст. Вот. Ладно. Бывает. Бывает, ребят, бывает. Но мне просто показалось. Я думала, какие-то щупальца. Или лапы паучьи. Так. Хватит меня пугать, это очень жутко. Это очень страшно, не делайте больше так. Я вообще не знаю, какое возрастное ограничение даже у этой игры, потому что... Ну я уж совсем боюсь. Что-то еще написано. Блин, я не умею читать ваш шрифт. Он очень сложный. Слышь. А это что, тупик? А, нет, не тупик. Сюда. А. Я кругами хожу, ребят. Я кругами хожу. Смотрите. Смотрите. Видели такое когда-нибудь? Хожу кругами. Опа. Походила кругами и вышла дальше. Блин, эти одеяла тоже меня пугают. Мешки. Мне, походу, вот туда вот, да? О, нет. Или сюда. Или туда. Я прямо пойду. Там что-то интересное, будто бы. Или мне кажется. Очень темно, кстати. Я вроде настраивала яркость как надо, но... Вина найдет тебя, или вина на тебе, или вина охотится за тобой. Ну, короче, я прочитала. Спасибо большое. Я поняла. Что-то за звук. Это отсюда, да? Это цикада. Странная, механическая. Будто бы... Вставай. Вставай. Да, все, многое больше ничего не скажешь. Хорошо. Я иду дальше. Блин, я не очень люблю лабиринты. И меня тут заставляют... А можно, чтобы не так темно было? Ну, тут точно тупик, правильно понимаю? Ладно, пойдем обратно. Вот мне интересно, если бы я выбирала другие пути в этом лабиринте, было бы что-то иначе, или оно тут заскриптованное все? Вот тут не была еще. Что-то новенькое. Но мне кажется, что это реально сон какой-то, потому что, видите, все выглядит слишком нереалистично. Законы физики нарушены. Этот вот плач. Опа. А я куда-то пришла? А, нет, ребят, тут done, а не gone. То есть там не исчезло вот это вот веселье и веселье. Ну, короче, другая. Ага. Другая у нас тут история. Тут ничего нет? Да почему я ничего не вижу? Ладно, кассету дали, давайте ее посмотрим. Опа. 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 Приветствуем наших сотрудников. Сегодня ваш первый день в компании Playtime. Поздравляем. Мы уверены, что совсем скоро на фабрике вы обретете вторую семью, которая полюбит и поддержит вас так же, как и родная. Изучайте пространство. Все двери для вас открыты. Обедайте. Да блин, ну кому приятно, я не успела прочитать, ты че так быстро? Вливайтесь в компанию новаторов, которые расширяют границы современной науки. Хотите заботиться о детях? Тогда становитесь советниками в приюте. Вы поможете заложить фундамент для нашего светлого будущего. Каждому из вас отведена своя роль. Посмотрите на этого Хаги-Ваги. Так что если вас завтра одолеют мрачные мысли о своих действиях и выборах, не волнуйтесь, ваши руководители обязательно вас выслушают. И? О, он темнее становится. Если вернешься, годы спустя, когда ваша совесть изнурит вас, вы опуститесь во тьму и прах. Поймете, что в будущем вас ждет только невообразимый ужас. Страхи, готовые сожрать вас. Ужас. Страшно. Быть может, они улыбнутся из тени, а скалами с торчащим мясом и пластмассой. Они затаятся, ожидая своей очереди. Сейчас ты медленно читаешь, да? Вот спасибо. Возможно, они не дадут времени понять, где ваше место в том оставленном мире. Теперь это их мир. Ага. Добро пожаловать домой! Мой! Отстань! Отстань ты, блин! Хаги, Вагина, здоровая! Ага, мне можно бежать. А шифтовать можно? Нет. Я не хочу оборачиваться. Я не буду оборачиваться. Он бежит за мной. Я буду бежать вперед. По этому дурацкому огромному лабиринту. Э! Слышь. Как я ж бежала, ты чё меня поймал? Или так надо было? Или у меня не было шанса сбежать? Опа. Ладно, шанса сбежать не было. Но я старалась. Если был бы шифт, я бы убежала. О, я проснулась. Это же был сон, правда? Просто если бы это не было сном... Ооо. Смотрите, голову оторвали. А если бы это не было сном, мне кажется, этот Хаги-Ваги бы меня точно не отпустил. Уж точно руки мне не вывел. И это был бы конец. А я в эту сторону ещё хочу сходить. Опа, шифтик появился. Спасибо большое. Спасибо. Так, ну, честно хочу сказать, что да, это намного жутче, чем предыдущие части. Опять у нас голову ему оторвали. Блин, головоломки, что ли? Ух ты, а ты кто? А, это паучок. Папа, длинноног. Помехи. Ты будешь говорить? Папа, говори. Давай. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. О, мама! Что, нет? Я надеялась, что вы поговорили. А ты кто? Малыш! Мне туда падать или не надо? Ладно, я не буду туда падать. Я пока посмотрю, что тут вокруг. Возможно, можно что-то нажать, что-то открыть. А возможно и нет. Поэтому, скорее всего, мне реально вот дырку в полу. А тут не открывается. Мне просто надо проверить. Так, ну ладно. Дырку в полу, так дырку в полу. Он говорит, типа, ну, лезь туда. Ну ладно. Опа. Еще такие. Ух ты! Ух ты! А можно я погоняю на этой штуке? Хотя некуда тут гонять. Ага, свой выключите! Я не хочу опять вот эти вот кошмары. Ладно, пойду в эту сторону. А куда? А некуда. Ребята, ну я не хочу оттуда лезть. Э-э-э-э! А что так тяжело? Уа-а! Смотрите! Прикол! Я сломала машинку! Э-э! Блин. Ну мне точно сюда. Э! Я же не сюда. Видимо, надо было что-то еще перекрыть. Да, я умерла! Да, я умерла! Хотя в прошлый раз мне просто показали огромный мультик. Ну ладно. Ну и пожалуйста. Зато я догадалась, что надо с этой... С машинкой делать. Так. А почему она в этот раз не работает? Я схватиться не могу, куда надо, что ли? Вы что, издеваетесь? А почему ты в этот раз так не хочешь? А-а-а! Так, секунду. Тут уже открыто. Подождите. Так я ж умру. Я ж опять тут умру. Я бы надо что-то иначе сделать. О, ребят, я что-то взяла. А-а-а! Это противогаз в смысле? Я думала, это скейт. Я не шучу. Я просто взяла противогаз. Я не знаю, как я вообще до этого догадалась. Я подумала, что это скейт там торчит. Ну круто, что он у меня есть, конечно, этот противогаз. Но толку от этого. О, вот и толк. Так. Опа. Всё, можно снимать? Спасибо большое. В нём не видно вообще ничегошеньки. Что у нас тут светится? Это, блин, стиралка с подсветкой? Серьёзно? Сюда можно? О, можно. Ну, можно, наверное, и туда тоже. Сюда тоже можно? А-а-а! О, да! Какие-то фотки. Ничего вроде... Угу. Это зеркало? Это зеркало. Ух ты! Ух ты! Всё выглядит несколько иначе. Значит, это, скорее всего, не зеркало. Ну и ладно. Опа. Так, тут у нас газ выходит этот. Зато у меня теперь есть противогаз. Круто, круто. А он классный. А туда можно? Ну и пожалуйста. Пойду в обход. Куда я пришла? А, ребят, подождите. Так я снова здесь. А чё, что-то изменилось вообще? А как я... Я ничего не понимаю. Ничего ж не изменилось абсолютно. И зачем я сюда пришла? Я просто сделала круг. Но, видимо, мне что-то нужно в этой комнате. Я не знаю пока что что. Но и противогаз я тоже не сразу заметила. Давайте везде нажимать. Опа. Сюда рука лезет. Вдруг там можно что-то захватить. О, ва-а-а-а! Я могу сюда пройти, ребят. Это круто. Это, конечно, жутко очень всё. Но типа круто. А тут я пролезу. Может, я сначала вот тут перепрыгну. Потом вот так вот сяду. Ух ты! Ух ты! Я не знаю, что я делаю. Но я что-то сделала. А я там ещё не всё прошла. Я сейчас вернусь. Подождите. Я ещё вот тут хотела посмотреть, что тут есть. Просто страшно, да? Блин, реально жутко. А, и сюда можно? Это Хаги-Ваги? Или кто? Ребят, ну это какая-то жесть. Это можно взять? Что это? Нет, это просто лампа. Выглядит как что-то нужное. О, батареечка! Не знаю, откуда эта батареечка, но ты идёшь сюда. Нет, у нас электричество. Да где я тебе вторую батарейку, блин, найду? Как я тут вообще потом найдусь? Это жуткий лабиринт. Мне абсолютно не нравится это всё. Кажется, я заблудилась. И я даже не вернусь туда, где я была. Тут надо какими-то... А это куда? Да вы... Хватит мне новые двери открывать! Ой, осторожно. Ага, прячься. Спасибо за совет. Я не знаю, как тут прятаться. Поэтому, скорее всего, мне хана, ребят. Скорее всего, мне хана. Но, по крайней мере, я попробую что-нибудь тут. Киси-Миси! А, ты хорошая? Я не помню просто. Рюкзачок нельзя взять. Мухи какие-то над мусоркой. Давайте с ней подружимся! Эй! Киси-Миси! Эй! Ну, привет! Ты чё? Ладно. Не, нельзя. По крайней мере, мы на неё посмотрели. Тоже пойдёт. Сюда или не сюда? Так, наверное... Наверное, куда-то сюда. Потому что я тут лезла. Или не тут я лезла? Ну, где-то я лезла, короче. Ух ты! Какая-то важная дверка, видимо, раз она так закрыта. Вот там уж могли бы и открыть. Вообще-то. Помогите. Написано на стене. Ага. И тут тоже помогите. Кому-то надо помочь. Мне бы кто помог это пройти, например, хотя бы. Так, ну он там пришёл, но мне кажется, что гонять он за мной тут не будет. Потому что это было бы, ну, совсем. Так, по крайней мере, я куда-то вышла. Да-да-да-да-да-да-да. Вот оно тут. Это я открыла. И вот я за лестницей. Ага, тут дверка ещё одна. Ух ты! Кассета будет, смотрите, магнитофончик. Найти бы её только. Вот тут я пролезу. Почему я тут не пролезу? А, вот кассета! Нормально. Давайте посмотрим её. Испытуемый стабилен. Присвоен номер 1322. Во время последней проверки состояния чётко обнаружились нейронные связи. Несмотря на нестабильные показатели, мы извлекли испытуемого. Вон, а перед отключением света, что... Что вы делаете с моим другом? Почему ты не в кровати? Как ты сюда попал? Кевин заболел? Зачем вы его забираете? Я... Да, Кевин болеет. Ему очень нездоровится. Но мы хотим его вылечить. И ему станет лучше, как только мы... Если только... А, короче, за ним буду ухаживать, ему будет спокойно. Да почему? Мне неудобно так читать. Что ж... Как думаете, он вылечится? Думаю, да. Мы умеем лечить, малыш. Мы хорошо учились в школе, слушали старших и крепко спали по ночам. Тебе как раз пора спать. Идём, я отведу тебя в кровать. Ладно. Было приятно познакомиться, Джозеф. Обещаю, с твоим другом всё будет хорошо. Когда вы в следующий раз встретитесь, он будет даже лучше прежнего. Блин, ну это жутко. У меня аж мурашки пошли. Они ж явно какие-то эксперименты там проводят. И мне это совсем не нравится. Давайте, не знаю, выходить отсюда, выбираться. Я просто пытаюсь ещё понять, где мне ещё одну батареечку найти. Потому что она где-то должна быть. Можно ещё раз? Ну ладно. Я не знаю, зачем я решила вернуться сюда, в центральную комнату. Но вдруг тут что-то изменилось. Ну вроде ничего не изменилось, поэтому мне снова по тому лабиринту. И там уже надо будет искать какой-то выход. Проблема в том, что я нигде не могу найти вторую батарейку. Может мне сейчас надо было киси-миси? Ты не будешь никак реагировать. Блина. Батарейки у тебя нет, случайно? Короче, ребята, я не знаю, сколько я ходила, прежде чем найти вот это место. Что тут реально надо просто наверх подняться. Хотя это логично. Тут же вот шнурочки всякие. Так, ладно, давайте куда-нибудь выпрыгнем. Но, если честно, это было довольно-таки... Ааа, батареечка! А мне что теперь? Ааа! Ладно. Ладно. Я не заметила. Я не заметила. Опа. Ух ты. Ааа, мне вот сюда. Так, надо эту комнату исследовать. Может что-то есть? Потому что я сюда не вернусь больше. И наверх тоже как-то не подняться. Ладно, я слишком быстро сюда свалилась. Я даже не посмотрела, что там было. Но давайте поставим эту батареечку. Где она, кстати, ставится? А где она ставится? Где-то там. Вот оно! Отлично. Опа. Пока не буду нажимать на кнопку. Я хочу посмотреть снова вот здесь. Вот потому что тут было, наверное, прикольно. А я, наверное, ничего не заметила. А, подождите. Тут вообще надо, во-первых, на пол смотреть. Тут куча детских кроваток. И это жутко, если честно. Возможно, здесь спали как раз-таки вот эти маленькие, пушистые ребятки. Друзья, которые... Воу. Воу. Я не знаю, может тут, конечно, есть какая-то секретка или что-то еще. Но я пока что этого не заметила. А еще я под ноги не смотрю, как мы поняли. Но в целом выглядит очень жутко. Очень-очень жутко. Эти детские кровати, конечно, да. Ладно, спускаемся, идем обратно. И пойдемте нажмем все-таки на ту кнопку, на которую нужно было нажать. Где-то здесь вот она была. Если я не ошибаюсь, да. Я надеюсь, что сейчас сработает. Вау. Чет включилась. Чет включилась, чет поехала. И очень страшно мне стало. А как мне туда вернуть? А-а-а. Лестница. Интересно. Кстати, давненько не было сохранений, хочу сказать. Я вот пытаюсь уже, наверное, до какого-то... Это я знаю, как работает. Больше ничего? Ну, давайте. Так. И-и-и... Вау. Прикольно. Так. Ага. Сюда я не хочу, конечно же, упасть. Давайте посмотрим, где я оказалась. Наверху. Ну... Ой, свинка. А я с ней не разговаривала еще, кстати. Да, давайте поговорим. Свинка-капризулька. Привет. Я свинка-капризулька. Давай есть. А-а. Ростбиф. Вкуснотища. Курочка-гриль. С удовольствием. Запеченный слон. Вкуснотища. Освеженный единорог. Все еще голоден. Вы же заметили, да, что она говорит про своих друзей. Ну, типа тех, кто там... О! Ребят! Сохранение! И знаете, что это значит? Это значит, что я на этом моменте, наверное, закончу. Потому что сложноватенько оно идет. И я думаю, что на сегодня будем заканчивать серию. Может, она получится короче. Может быть, она получится не такой интересной. Но мы узнали жуткую историю. И, если честно, пока что мурашки от нее по коже. Дальше продолжать не то, чтобы очень хочется. На сегодня. Так что всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока!